Последняя остановка тура по иллюстратору – инструменты трансформации, инструменты Reflection and Shia. Сначала разберемся с Reflection. Выделяю изображение на экране, перехожу сюда и кликаю, и удерживаю инструмент Rotation и выбираю Reflect. Выбрав инструмент Reflect, в середине появляется точка привязки. Это контроль места, откуда отразится объект. Например, изменю точку привязки, кликнув здесь. Кликнув, чтобы переместить объект, она поворачивается и создает отражение. Чтобы создать копию объекта в отражении, нажмите клавишу Alt на PC или Option на Mac. Отпустив мышку, получается копия. Затем отпускаете клавишу Alt или Option. Точка привязки играет ключевую роль в том, куда попадает объект при отражении. Вдобавок можно использовать команду правого клика. Например, кликаю правой кнопкой мыши. Выбираю Transform и Reflect. Затем выбираю Horizontal или Vertical. Включаю просмотр, чтобы посмотреть. Проблема, что я не могу изменить точку привязки. Нажав OK, она отразит текущий объект. Нажав Copy, создается копия объекта. Но можно переключаться на Selection и немного сдвинуть стрелками. Вы видите его полную отраженную копию. Хотя метод правого клика прост, но он не один из лучших, так как у вас нет полного контроля того, как отображается объект. Если я создам копию 50 пикселей в ширину или 100 пикселей, то использование этой команды не будет иметь смысла. Поэтому я почти всегда использую инструмент Reflect. Его можно выбрать здесь или при помощи буквы O. После этого он окажется в документе. Если инструмент Selection нужен временно, вы можете кликнуть, выделить, нажать Command или Control, выделить, отпустить клавиши и продолжить с отражением. Еще раз. Кликаем по точке привязки, кликаем и перетаскиваем для отражения. Option Alt создает дубликат. Отменяем. В последней части посмотрим на то, как скосить что-либо. Данный инструмент находится в инструментах Shia здесь. Это что-то вроде скоса с Q в одну сторону или другую. Кликните и потащите в нужном направлении, как-то так, например. Нужно время, чтобы привыкнуть. Отменяю при помощи Command или Ctrl Z и перемещаю в середину. Кликая по яблоку и перетаскивая, оно как будто пересекается с разными точками и создает странные эффекты, которые сложно контролировать. При помощи клавиши Shift его можно сдержать. Также можно удерживать клавишу Option или Alt. При этом можно создать копию, которую можно будет передвигать и сравнивать с первой. Скос – еще один способ трансформации объекта. Добавок к ручному способу, можно добавить эффект. Меню Effect спускаемся вниз. Можно выбрать Distort and Transform или Free Distort. Прелесть в том, что этот вид редактуры не вредит оригинальному файлу. Для отмены действий перейдите на панель Appearance и удалите его или поменяйте установленные параметры. Нажмите Cancel. Так завершается наш тур в инструменты трансформации. Здесь много информации, а много разных настроек и вещей, которые вы выучите по мере работы с ними. Я к этому вас и привязываю. Не торопитесь, откройте файл, попрактикуйте с ним, используя разные инструменты, о которых мы говорили. Вы удивитесь тому, сколько креативных вещей можно сделать, используя основные инструменты трансформации. Продолжение следует...